Всем добрый день! С вами снова лаборатория культуры, второй выпуск. Я Гульнар Гарипова и с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Это Сергей Мухов, автор книги «Археология, русская смерть и этнография похоронного дела в современной России», о которой мы сегодня будем говорить. 18 плюс возрастное ограничение, мне просили говорить. И книга сейчас в лонге социологической премии Грушина. Правильно, да, Сергей? Да, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Правильно. Ужасно рада вас видеть, тебя видеть, прости. Я, если можно, небольшое количество твоих регалий тоже зачитаю вот из книжечки, потому что, может быть, не все знают это. Мне кажется, что Сергей Мухов... Ну, только если небольшое. Хорошо. Ты скажешь, когда достаточно. Ладно. Сергей Мухов, социальный антрополог, кандидат социологических наук, лауреат литературной премии Александра Пятигорского. Достаточно? Достаточно. Да, я думаю, это вполне. Спасибо. Да, спасибо. И с удовольствием представляю Михаила Андрианова, моего старого друга и прекрасного актера театра «Наспаска», который для кировского зрителя не нуждается, наверное, в представлении. По крайней мере, голос Миша знает, наверное, очень и очень многие. Здравствуй, Миша. Здравствуйте. Ужасно рада вас всех видеть. Ну что, как уже было сказано, мы говорим об этой книге сегодня. И вообще, в принципе, наша программа, моя программа «Лаборатория культуры» — это такой формат, где я хочу рассказывать о тех книгах, о тех проектах, которые вызывают у меня большой какой-то эмоциональный отклик. И мне ужасно хочется поделиться ею со всеми и рассказать, какая чудесная там книга, какой чудесный пиктакль и какой замечательный проект. Вот. Я хотела, конечно, все три книжки Сергея притащить сегодня на программу. Вот есть еще одна замечательная. «Рождение и смерть похоронной индустрии. От средневековых погостов до цифрового бессмертия». «Рекомендованный возраст 18+.» И еще третья книжечка есть. «История русской смерти», да, называется? «Рекомендованный возраст 18+.» «История смерти просто». «История смерти». Вот, но, к сожалению... «На тот раз без русской» обошлось, да. Но, к сожалению, у нас формат программы по времени ограничен, поэтому про все, к несчастью, не успею рассказать, но, может быть, попробую чуть-чуть из разных этих книг какую-то информацию добавлять. Вот. Поэтому сосредоточимся вот на этой книжечке сегодня, почитаем какие-то отрывки из нее. И поскольку у меня профдеформация театральная, я в любом тексте вижу какой-то потенциал для театра, я предлагаю немножко такой небольшой спектакль, маленький спектакль, перформанс, что-то такое с Михаилом мы как раз сделаем. Вот. Но сначала немножечко про книгу расскажу, и, Сергей, это будет моя такая, наверное, интерпретация прочитанного. Если что-то я перепутаю или не так скажу, ты, пожалуйста, меня поправляй. Но это скорее не анализ, а какое-то такое впечатление, почему эта книга так на меня повлияла, почему я хочу о ней рассказывать. А дело в том, что она состоит из четырех частей, и, как ты пишешь, они совершенно разные, друг на друга не похожи. То есть первая часть — это, собственно, материалы этнографического исследования, где ты погружаешься в поле, отправляешься в большое количество похоронных агентств и исследуешь, как истроена изнутри вот эта тема, которая для многих неизвестна, даже табуирована, вызывает страх и разные эмоции, о которых, наверное, может быть, не принято говорить. А вторая часть, моя любимая, где у тебя есть интерпретация, научная интерпретация, как правильно, она антропологическая или социологическая все-таки? Ну, если, наверное, следовать строго методологическому какому-то подходу, то она все-таки социологическая. То есть я использую этнографию как метод. То есть этнография — это все-таки наблюдение, прежде всего. Это не разговоры, не анкетирование, не сбор смыслов, то есть не сбор речи того, что думают люди, что они говорят, а все-таки это фиксация некоторого поведения, прежде всего. Но это метод интерпретации теории, то есть то, что, скажем так, в гуманитарной науке называется, попытки объяснения. Это, конечно, взято из социологии. Но я думаю, что на самом деле это совершенно не имеет никакого значения, откуда что там, потому что книжка на самом деле построена очень специфически и неканонично, если так можно говорить. То есть это просто такой вот уже мой собственный бриколаж, то есть термин, который я использую в книге, а это вот мой собственный бриколаж, то есть сделан из подручных материалов в моем каком-то маленьком виде, не того, как должны такие книжки, мини-книжечки вот как-то состояться и быть презентованы для того, чтобы их как-то хоть можно было прочитать. Но именно вот такой подход, да, именно такое неакадемическое изложение с присутствием все-таки, конечно, такой вот второй части, связанной с социологической интерпретацией, для меня как человек с задержкой академического развития оказался просто идеальным. И идет, после второй главы идет у тебя историческое описание, как вот то, что ты описываешь из поля, как вот эти бесконечные поломки и бесконечная дисфункциональность похоронной индустрии сложилась исторически, но моя любимая, это, конечно, четвертая глава, которая связана с твоей личной историей, с хроникой, мортальной хроникой твоей собственной, связанной с твоими умершими родственниками. И вот что меня больше всего, конечно, в этой книге привлекло и поразило, когда читаешь вот эти отрывки, когда читаешь вот те тексты, где ты пишешь от себя, от собственного имени, они на самом деле действительно, и ты где-то упоминаешь, они действительно во многом близки к литературному тексту. И если бы я читала эту книжку, вырванную из предыдущего контекста, то я воспринимала бы ее исключительно как литературу, как пьесу, потому что похожего рода тексты, документация, автодокументы — это метод, который очень часто в театре используется, в документальных пьесах, и Миша тоже наверняка согласится со мной. Это воспринимается вот в отрыве от контекста всей книги именно как такой эго-документ, и можно читать ее и спокойно ставить в театре, да, вот такие вещи. Но чем, скажем, в чем был мой восторг, это в том объяснении, которое идет перед этой главой. То есть ты объясняешь необходимость вот этой постоянной ревизии, постоянной рефлексии собственной, как исследователя, как необходимость, как необходимость именно антропологического подхода. И если можно, я вот тут немножечко процитирую тебя. Антропологический текст как инструмент и как итоговый продукт работы исследователя уходит от сухой социальной теории с ворохом цифры категорий, но при этом зачастую безрассудно трансформируется в особую форму рефлексивного романа. Антропология утверждает, что текст о социальной жизни может включать в себя не просто отдельные элементы жизненного мира информантов и самого автора, но и приобретать черты художественного стиля, вбирая в себе кривизну исследовательской оптики и пытаясь в ней разобраться. В таком жанре академического письма придается большее значение вопросам, которые, казалось бы, не должны касаться читателя, а чувствах исследователя к его информантам. Ну, дальше я не могу читать, безбожно сокращаю, но вот эта мотивация, вот этот смысл, который изначально закладывается и просто просвечивает, на мой взгляд, через каждую букву всей последней главы, когда ты пишешь о себе, как в своем роде даже психоаналитическая какая-то ревизия, он делает вот эти тексты сильно отличающимися от литературных, потому что, ну, это вот как вот в «Царство ценностей», как вот у Вебера, помнишь, да, вот эти два одинаковых, собственно, протестанта, которые оба трудятся на поле, но один из них в свое действие вкладывает смысл такой, чтобы заработать деньги, а второй из них старается работать, потому что пытается вот это с артитуда, с салюта получить удостоверение в спасении. И вот эта разная направленность, из разного региона ценностей, меня тут, ух ты, вот это бесконечно красиво в этой книге, и я хочу про нее рассказать, и я хочу ее читать. И если когда-нибудь будет какое-нибудь финансирование, мне кажется, давай поставим спектакль обязательно, непременно. Вот. Я должен просто, наверное, немножко пояснить то, как я это вижу, этот процесс и формат. Но здесь очень много мыслей и комментариев к тому, что ты сказала. Дело в том, что это, конечно, это действительно аутофикшн, да, это действительно, ну, вот последняя часть этой книги, это действительно аутофикшн. И аутофикшн, то, как мы его знаем в русскоязычном, скажем так, культурном поле, это действительно больше литературная практика. Такая знакомая, вот, мы ее читаем все-таки, прежде всего, как литературный текст. Хотя, конечно, для западного, например, условного читателя, имеющего, скажем так, некоторый опыт чтения не только литературы, но и знакомства вообще с большим полем выходящих различных книг, аутофикшн, это, конечно, напрямую связано с этнографией, с антропологией, с некоторым методом, да, потому что вся антропология вообще, как некоторая, но я бы не назвал ее все-таки наукой, но некоторая форма рефлексивного письма вырастает прежде всего из, то, как мы знаем, приключенческих дневников, да, то есть вот моряки, открыватели, путешественники, это же, по сути, есть первые этнографы, которые нам описывали далекие страны и все, что они там видели и замечали. В этих описаниях очень много действительно, на самом деле, не просто субъективного опыта, да, но и действительно личных переживаний и так далее. Вот, то есть постепенно просто это трансформируется, скажем так, с большей оптикой в себя, как участника. Почему это происходит? Потому что мы начинаем писать, думать и говорить не о далеких сообществах, да, то есть все-таки вот это вот отстранение культурное, оно создает всегда очень большие, такие серьезные границы. А мы начинаем говорить о чем-то культурно близком. И вот тогда действительно аутофикшн становится, как бы его роль становится гораздо более важнее, чем она была там какие-то, скажем так, этапы развития до. Поэтому, да, действительно, это литературная часть, это рефлексивная часть, это во многом ее сближает с некоторой формой такого обнажения, да, исследователя. Но я хочу сказать, что это все действительно практики, которые в западной антропологии хорошо исследованы, они не менее спорны, там регулярно ведутся дебаты по поводу того, насколько это участие, обнажение, скажем так, исследователя должно быть, должно присутствовать. Но действительно вот для русскоязычного это, наверное, что-то новое. И это вот второй такой мой поинт, который я просто хотел кратко сказать, что действительно книга изначально задумана как более академический текст, потому что от этого от меня требовалось, собственно, в рамках моих рабочих обязательств, скажем так, потому что книга это все-таки не часть моего творчества, которым я занимаюсь в свободной от работы времени, это вот, ну, действительно есть часть моей работы как научного сотрудника. И поэтому книга задумалась, да, действительно, как антропологически, прежде всего, академическая, да, скажем так, работа. Но при всей своей академичности я действительно считаю, что именно так она могла бы и должна была бы быть написана, как некоторая тоже еще попытка введения в русскоязычное поле, да, в русскоязычную, как бы это правильно сказать, в русскоязычную практику формата такого текста. Потому что все-таки еще раз, да, я уже об этом говорил, канона на русском языке, как писать подобные тексты, у нас нет. Потому что можно было бы сказать, вот это еще одна антропологическая книжка, вот это еще там, значит, очень понятная, естественная, сделанная так, как это делается сто книжек до этого. Вот, просто про другой материал и про другие всякие штуки. Нет, к сожалению, на русском языке такие вещи как бы не пишутся, не пишутся ни академиками, ни... Да даже и аутофикшен к нам пришел буквально, не знаю, какой-то пять лет назад, может быть, массово начал печататься, массово начали наши авторы об этом писать. Вот, поэтому, да, для меня действительно это был такой эксперимент, и она такая вот сделана из разных частей. Но по большому счету я считаю, что действительно каждая из этих частей – это действительно неотъемлемая часть чего-то большого, да, складывающегося в общую картинку. Поэтому, отвечая, да, может быть, комментируя, скажем так, твою эмоцию по поводу того, что это отдельный литературный текст. Ну, вот он отдельный, да, конечно, но с моей точки зрения его стоит рассматривать исключительно в контексте всего того, что ты читаешь до. И это в какой-то степени попытка ответить, почему я интерпретирую, почему я подсвечиваю, да, хайлайт, вот, как бы, какие-то вещи из поля, в то время как затемняю что-то другое. Вот. Твоим читателям, слушателям, да. Наверное, стоит сказать несколько общих слов о том, вообще, что это такое за книжка, а то мы уже вот… Погоди, погоди, погоди. Давай сначала театрика немножко. Нет, 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 извини, да, извини, пожалуйста. Да нет, на самом деле нет какого-то сценария, просто ты сейчас как раз говорил о том, что нет канона, и мне хотелось как раз сказать, что я очень надеюсь, что твоя книжка не станет канонической, не станет какой-то такой жёсткой формой, это как раз именно её, ну, как ты сказал, экспериментальность, в этом её какое-то счастье и прелесть, и мне тоже хочется немножечко нам поэкспериментировать. Если ты позволишь, мы сейчас вот прочитаем небольшую такую вольную компиляцию твоего текста, и ещё одного известного театрального текста, и как, скажем, мне, человеку, совсем театральному, да, можно тоже с ним взаимодействовать, и я, наверное, не буду пояснять, какие параллели возникают, я думаю, наверное, у каждого слушающего сейчас нас, они очевидно возникнут. Вот, ну и поскольку я всегда, я обещала, что наша программа будет во многом строиться на текстах, на чтении текстов, поэтому наберите терпение и слушайте внимательно. Акт пятый, сцена первая, Эльсинор, кладбище. Входят два могильщика с лопатами. Первый могильщик. Нужно ли хоронить по христианскому обычаю ту, которая самовольно добивалась вечного блаженства? Второй могильщик. Да. И поэтому немедленно копай ей могилу. Следователь разбирал ее дело и присудил ей христианское погребение. Первый. Как же это возможно? Второй. Так уж решено следователем. Хочешь знать правду? Не будь она дворянкой, ее бы не похоронили по христианскому обряду. Первый. Вот это ты верно сказал. Жаль, что знатные люди имеют в этом мире право топиться и вешаться. А наш брат прочий, верующий о том, и не помышляй. Ну да ладно. Пора за лопату. А насчет знатных. Нет более старинных дворян, чем садовники, копатели канав и могильщики. Вот я тебе задам вопрос, и если ты мне не дашь правильного ответа, тогда признай себя. Второй. Валяй. Первый. Кто строит крепче каменщика, корабельщика и плотника? Второй. Тот, кто строит виселицы? Ибо это сооружение переживет тысячу своих обитателей. Первый. Мне нравится твое остроумие, честное слово. Виселица здесь хорошо подходит. Но почему она хорошо подходит? Она хорошо подходит для тех, кто дурно поступает. А ты дурно поступаешь, говоря, что виселица построена крепче церкви. Итак, виселица хорошо подходит для тебя. Ну, еще попробуй. Второй могильщик. Черт возьми, я не могу ответить. Первый. Не ломай себе головы, ибо сколько осла не погоняй, он шибче не пойдет. А когда тебе в следующий раз зададут этот вопрос, отвечай, могильщик. Дома, которые он строит, стоят до страшного суда. Ступай-ка, сходи к Йохану и принеси мне кувшин вина. Второй могильщик уходит. Входят Гамлет и Горацио. Первый могильщик копает и поет. Не чаял в молодые дни я в девушках души и думал, только тем они одним и хороши. Гамлет. Гамлет. Неужели этот малый не чувствует того, что делает? Он поет, копая могилу. Горацио. Привычка развила в нем это легкое отношение. Могильщик поет, но тихо старость подошла и за руку взяла, и все умчалось без следа неведомо, куда выбрасывает череп Гамлет. У этого черепа был язык, и он мог петь. Этот плут швырнул его на землю, как будто это та челюсть, которой Каин совершил первое убийство. Это может быть башка политика, который некогда обманывал самого Бога. Разве не может быть, а теперь ею играет этот осел? Или придворного, который, быть может, говорил «Доброе утро, любезнейший милорд!» Как поживаешь, добрый милорд! А теперь он принадлежит миледе червоточине, и заступ могильщика бьет его по морде. Это удивительное превращение. Если бы только мы умели его наблюдать, стоило ли растить эти кости, чтобы потом играть ими в бабки. Мои кости ноют при одной мысли об этом. Вот еще череп. Почему ему не быть черепом законника? И где теперь его казуистика, увертки, казусы, толкование владельческих прав и все его проделки? Почему он терпит, чтобы грубый парень бил его по башке грязным заступом и не скажет ему, что он совершает оскорбление действием? А этот малый, вот этот малый, мог быть в свое время крупным скупщиком земли и знатоком актов по закладу земельной собственности, расписок в получении денег, неустоек, двойных поручительств и возмещений убытков. Неужели в том только и состоит итог собранных им неустоек и возмещения всех его возмещений, что исключительная голова его полна исключительной грязи? — Чья это могила, парень? — Могильщик. — Моя, сэр. — Гамлет. — Верю, что твоя, потому что ты лжешь из могилы. — Могильщик. — А вы не из могилы. Стало быть, она не ваша. — А я в ней, и, стало быть, не лгу. — Гамлет. — Ты врешь, находясь в ней и говоря, что она твоя. Она для мертвых, а не для живых. Поэтому ты врешь. — Могильщик. — Это живая ложь, сэр. Она снова перейдет с меня на вас. — Гамлет. — Для кого ты роешь эту могилу? — Могильщик. — Не для мужчины, сэр. — Гамлет. — Для какой женщины в таком случае? — Первый могильщик. — И не для женщины, Гамлет. — Кто же будет похоронен в ней? — Могильщик. — Та, что была женщиной, сэр. Но мир души ее, она уже умерла. — Гамлет. — Как уверен в себе этот малый? Нам приходится точно выбирать слова, иначе нас погубит двусмыслица. — Как давно ты работаешь могильщиком? — Могильщик. — Из всех дней в году я взялся за это дело как раз в тот самый день, когда родился молодой Гамлет. Тот самый, который сошел с ума и которого послали в Англию. — Гамлет. — Почему же его послали в Англию, могильщик? — Да потому что он сошел с ума. Он там выздоровеет. А если и нет, то там это не важно, там этого не заметят, там все такие же сумасшедшие, как и он. — Гамлет. — А как же он сошел с ума могильщика? Говорят, очень странным образом. — Гамлет. — Каким же именно могильщик? — А таким, что взял и потерял рассудок. — Гамлет. — На какой почве могильщик? — Как на какой? — Да на здешней. — На датской. — Гамлет. — Как долго может прилежать человек в земле, прежде чем сгниет? — Могильщик. — Да если он не сгнил еще до смерти. А сейчас пошел такой покойник, что едва дотягивает до похорон, человек может пролежать в земле лет восемь или девять. Вот череп. — Этот череп пролежал в земле двадцать три года. — Гамлет. — Чей он? — Могильщик. — Паршивого сумасшедшего парня, чтоб чума его пробрала сумасшедшего плута. Он однажды мне вылил на голову бутылку рейнского вина. — Этот череп, сэр, принадлежал Йорику, королевскому шуту. — Гамлет. — Дай посмотреть. — Берет череп. — Увы, бедный Йорик. Я знал его Горацио. Это был человек бесконечного остроумия, неистащимый на выдумки. Он тысячу раз таскал меня на спине. А теперь это само отвращение и тошнотой подступает к горлу. Где теперь твои шутки, твои прыжки, твои песни? Где заразительные веселья, охватывавшие всех за столом? Ничего в запасе, чтобы позубоскалить над собственной беззубостью. — Прошу тебя, Горацио, скажи мне одну вещь. Думаешь ли ты, что у Александра был такой же вид в земле? — Горацио. — Точно такой, Гамлет. — И от него так же пахло? — Горацио. — Точно так же, милорд. Гамлет. На какое низкое употребление мы можем пойти, Горацио? Почему бы воображению не проследить за прахом Александра, пока он не окажется затычкой в бочке? — Горацио. — Рассматривать дело так, значило бы рассматривать вещи уж слишком подробно. Гамлет. — Нисколько. Честное слово. Напротив. Это значило бы послушно следить за их развитием, подчиняясь вероятности. Примерно так. Александр умер, Александра похоронили, Александр стал прахом, прах земля, из земли добывают глину. Почему глине, в которую он обратился, не оказаться в обмазке пивной бочки? Истлевшим цезарем от стужи заделывают дом снаружи, пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкою в щели. Слушай, а как смерть изменила тебя? — Ну вот трупы эти точно оказали на тебя какое-то влияние, — часто спрашивают меня друзья и коллеги. С учетом приведенных выше фактов из биографии, мне тяжело оценить влияние на меня вида мертвых тел и даже похорон. Однако должен признаться, что поле все же оказало на меня воздействие. Помню свои первые удивления от столкновения со смертью в поле. Вот звонит клиент в офис, Илья снимает трубку, мотает головой, слушает. По окончании разговора он говорит, нет, ну ты представь, мужик лет пятьдесят ему, наверное, утром встал, собирался на работу, газету открыл, все такое, сел за стол, стал есть свой бутерброд, он типа всегда ест бутерброды с ветчиной, и подавился, не смогли спасти, сейчас поедем забирать его. Мужик пятьдесят лет, жил-нетужил, и вот умер, потому что бутерброд, а точнее его маленькая часть неожиданно пошла не туда, куда надо, и встала мертвым комом в горле. У него были планы, он куда-то торопился, пару минут назад ничего не предвещало трагедии, и вот он умер, умер тотально и навсегда. В другой день хоронили молодую девочку, семнадцати лет, и парня лет двадцати, их вытащили из гаража, где они уединились, чтобы предаться торопливой подростковой любви. В гараже было холодно, и они включили двигатель на прогрев, утром их нашли умиротворенно лежащими друг на друге. Они умерли навсегда. Я помню, как мечтал умереть в подростковом возрасте на чуть-чуть, чтобы все увидели, какой я талантливый и совершенно непонятый, осознали, как много потеряли, потому что не ценили меня, а теперь пришла расплата, моя смерть. Одним из самых сильных и в то же время вполне банальных откровений в поле для меня стало то, что смерть тотально и необратима. Но самое ужасное, конечно, другое. Когда ты умираешь, мир остается. Каким бы ты ни был, какое бы могущество и власть ни приобрел, мир не остановится от того, что ты умрешь или умрет кто-либо другой. Солнце будет вставать на востоке, а заходить на западе, вода будет течь, люди пойдут на работу и так далее. Дома, дороги, леса, поля — все продолжит шуршать, звенеть, двигаться, потому что это и есть жизнь, а ты всего лишь ее мелкий и незначительный эпизод. Я помню свой первый гроб, сделанный собственными руками. Илюх, давай прямо сейчас гроб сделаем. Зачем? Никто же не умер пока. А что материал гонять туда-сюда? Ну, я сам хочу попробовать, и все такое. У меня же полное погружение в поле. Ну, ладно, пошли. Буквально за двадцать минут мы сделали гроб. Взяли еловую заготовку, выбрали ткань, поработали степлером. Российский гроб делается крайне просто. Я смотрю на мой гроб. Он обит тканью с пошловатым голубым отливом, по краю белой рюшки. Странная штука гроб. Вот его только делают, а он ведь тюжей для кого-то. Кто-то еще жив и не знает, что где-то уже для него спилено дерево и нарезана ткань. Кто-то уже кладет в гроб подушечку. А кто этот человек? Вот плод моих трудов пригодился простой русской бабушке. Она прожила длинную жизнь и в итоге легла в гроб, сделанный руками какого-то московского аспирантика. Странная история. Это твой гроб? Он уже ждет тебя в нашей конторе. Или даже так. Мой гроб еще шумит в лесу. Он дерево, он нянчит звезды. Твой гроб давно уже не шумит. Все готово, и он ждет тебя, просто тебя пока еще не привезли сюда. Я смотрю на гроб. Каково это, лежать в гробу? Я кладу его на пол и ложусь внутрь сам. В гробу жестко, неудобно, но не страшно. Я вылезаю, и мне спокойно. Рядом стоят десятки таких же гробов. Все они когда-нибудь обретут свое место и своего хозяина. С которым будут долго гнить и проходить процесс минерализации в глинистой почве. Илюх, а что там с червями в земле? Ничего, нет их там, трындежь это все. Это хорошо. Черви мне не нравятся. Я понял, что моя жизнь, какая бы она ни была, не столь фантастическая и уникальная, как мне бы этого хотелось. Иногда мне кажется, что все эти разговоры про достойную смерть и память просто чушь. Как похороны могут быть достойными? Для кого достойными? Очевидно, что для живых мертвому это все достоинство уже ни к чему. Находясь в поле, я стал склоняться к большему гедонизму. Скоротечность и неожиданность смерти, продемонстрированные мне на ярких примерах, быстро заставили меня пересмотреть приоритеты. Я позволяю себе больше гастрономических изысков. В свободное время начал ходить в кино. Позволяю себе просто полежать с книгой. Я стал меньше переживать о мнении других людей, о том, что не оправдываю их ожидания. Я стал понимать, что живу свою жизнь, и никто другой ее не проживет и не сделает счастливой. Вот мы закапываем бабку, ее привезли поздно, уже темнеет. Что-то жрать охота. Пошли, креветочек поедим, — говорит Илюха, вытирая руки от мокрой земли, стоя возле катафалка. Креветочек подают в местном армянском ресторане. Там играет живая музыка, а молодые девушки в белых фартуках несут тебе креветочек, таких больших, блестящих от жира и лимонного сока, на аккуратном деревянном подносе. Поехали, — быстро отвечаю я. А креветочки подчеркивают нашу сегодняшнюю витальность. Я стал больше думать о смерти моей дочери. Это, пожалуй, то, чего я больше всего боюсь сейчас, что моя единственная и горячо любимая дочь может неожиданно умереть. Мы часто с ней говорим о смерти, несмотря на то, что ей всего пять лет. Мирослава говорит мне моими словами. Все умирают, папа, но мы умрем еще не скоро. Надеюсь, что не скоро, принцесса. Но если и скоро, то не грусти. Сегодня мы счастливы. Смерть стала для меня чем-то вроде простого печального факта. Я понял и смирился с возможностью ранней смерти, о которой я часто думаю из-за отца. Я умру, и это будет быстро. А если долго, то надо просто потерпеть, и все закончится. Все закончится. Спасибо большое, Миша. Вот. Вот то, что мне хотелось, наверное, сопоставить. Я не думаю, что нужно как-то пояснять, где те параллели, которые возникли у меня и у Миши, когда два изи текста нам попались. Но просто скажу, что, наверное, да, конечно, не случайно вот этот диалог могильщиков из Гамли мы взяли, потому что это как раз еще одно мое открытие из Сережиной книги. И я, когда миллион раз обращалась к тексту Шекспира, я никогда не задумывалась, вообще, с какого перепуга они там череп Юрика находят, вообще, почему там кости. Ну, думаешь, ну, мало ли там, какие у них обычаи были в те времена. Я только прочитав книгу Сергея, предыдущего от рождения и смерти похоронной индустрии, где, кстати, есть отсылка к прототипу могильщика, да, старой Скарлетта как раз. Он умер в 1594 году и похоронил и Марию Стюарт, и жену Генриха VIII. И перед этим у тебя как раз, Сергей, идет глава, описание того, как на средневековых погостах, вот на кладбище невинно убиенных младенцев, собственно, из-за небольшого, малого такого количества места близкого к алтарю закапывали всех не в гробах, даже в индивидуальных, а просто в землю. И в какой-то момент это кладбище было настолько переполнено, что трупы уже стали проламывать стены близлежащих каких-то домов и помещений. Вот, и только тогда до меня дошло, в общем-то, почему на кладбище с Гамлетом, с Мариюшким происходит вот эта история с Юриком. То есть это какой-то момент, что тоже непроблематично воспринимаешь какой-то художественный текст, и когда ты только сопоставляешь его с чем-то другим, вдруг происходит какое-то неожиданное открытие. Не могу сказать радостное, я не знаю, ну, хотя, наверное, радостное. Вот, я не знаю, Сережа, если хочешь чего-то как-то отрефлексировать, то, что мы натворили, прости, если вдруг это было. Нет, я хочу сказать большое спасибо, я никогда... Даже вот так вот, я бы, во-первых, большое спасибо, конечно, потому что слушать Михаила — это большое удовольствие. Я не знаю, это, наверное, ну, некоторые действительно божий дар иметь такой тембр голоса, читку и расстановку. Вот это сплошное удовольствие просто слышать. Это опыт работы в театре. Но двойное удовольствие слышать этот все-таки свой собственный текст, который я, конечно, никогда в таком темпе, в таком... Такой расстановке не ощущал, не видел, и мне кажется, это сделано все именно так, как... Так как мною переживалось, так как мною это вкладывалось. Поэтому я просто хочу выразить действительно большую благодарность. Что-то добавить по существу. Ну, мне кажется, действительно, этот отрывок очень удачно взят. В нем есть те магистральные переживания, ощущения, которые были у меня связаны с полем, со смертью. Не знаю, насколько они отзываются о других людях и что они способны их подсветить. Но это действительно крайне важные моменты моего ощущения. Да. Поэтому просто спасибо, да, это здорово. Мне безумно понравился опыт такого прочтения, да. Я очень рада. Я как раз, мы с Михаилом говорили, что хотелось, наверное, поделиться этим опытом, потому что у нас у театральных такое довольно часто происходит, особенно у драматургов, когда ты пишешь пьесу, отправляешь ее куда-то, и вот происходит первая читка. Кто-то берет твой текст, то, что было твоими мыслями, с твоими внутренними интонациями, и вдруг режиссер и актеры присваивают его себе, и там просто гамма каких-то эмоций от того, что вы делаете. Я вообще не так думала, я вообще не это хотела сказать, до какого-то вот этого приятного отчуждения и взгляда на текст как на что-то уже не твое, что-то уже самостоятельно живущее. Да, Миша? Нет, ну текст, это же для человека, который писал текст, это совершенно какая-то другая история по сравнению со мной, который берет этот текст вот сейчас практически, да, я его недавно увидел, и пока я в нем ничего особенно не понимаю по большому счету, просто как бы иду за ним, да, вот куда он меня ведет, туда ведет. Интуитивно. Да. Отлично. Ну ладно, еще раз спасибо, давайте теперь все-таки будем подробно уже останавливаться на книге, и если никто не против, можно прямо следовать структуре книги, как мне, в общем-то, и хотелось. И первая глава — это, собственно, материалы этнографического исследования, то есть твои заметки, наблюдения в похоронных агентствах, в других каких-то инфраструктурных элементах, которые связывают все это в сеть. И у тебя там написано, что похоронное дело в России можно сравнить с черным ящиком, в одно отверстие из которого попадают деньги и трупы, а из другого отверстия валятся в могилу гробы с людьми. И что же происходит в этом черном ящике, большинство людей, в принципе, не знает, и не столкнувшись с этим в своей жизни, просто не представляет и, наверное, даже не очень-то хочет, может быть, знать. Вот это я, наверное, про себя думаю, почему меня все это так удивило. Поэтому, Сергей, расскажи, пожалуйста, относительно первой главы какие-то моменты. Там есть четыре таких узловых момента, куда попадает, в общем-то, и ты, как исследователь, наблюдал все это, куда попадает тело. Сначала морг, потом дорога, потом кладбище, а перед этим еще выдача тела, еще вот такой момент в морге и прощание. И почему все настолько, условно, дисфункционально там работает, с чем это связано, и вот там уже очень хочется перейти как раз к социологической интерпретации. Но вначале вот какие-то моменты связаны именно с первой частью. Да, но так как очень хочется перейти к интерпретации, я не буду много времени занимать пояснениями, буквально несколько слов. Ну, на мой взгляд, социологическая работа, антропологическая работа, она во многом начинается с метафоры, как бы это парадоксально ни звучало. Вот воображение исследователя, исследователя в широком смысле слова, любого человека, который пытается задавать вопросы к тому, что он наблюдает, к тому, что он видит. Начинается всегда с метафоры. Вот даже текущие события, в которых мы все живем, они тоже наполнены, по сути, одними метафорами. То есть это такая базовая, базовый инструмент развлечения, то есть попыток увидеть какие-то границы, какие-то категории. Вот поэтому история с черным ящиком, это, конечно, тоже такая базовая метафора, в которую вложен, на самом деле, один простой вопрос, что мы очень много слышим, мы очень много знаем, мы очень много читаем, видим сами про то, какой рынок ритуальных услуг, ужасный, плохой, и как там происходит все как-то неправильно, дисфункционально, как-то там все постоянно испытывают какие-то проблемы. Но при этом мы точно так же должны признать один простой факт, что все-таки тела на улицах не валяются. Все-таки это не средневековье, испытывающие серьезные менеджерские проблемы с утилизацией мертвых тел, а все-таки вот как-то тела в течение там трех-четырех дней оказываются в своих могилочках, худо-бедно, люди захораниваются. Вот как это устроено, что с одной стороны все вроде бы разваливаются, а с другой стороны все-таки это разваливающееся состояние не приводит к тотальному хаосу. То есть вот попытка ответить на достаточно простой вопрос. Может ли хаос быть ресурсом, быть функцией, быть некоторым источником, рамкой, контекстом, в чем происходит? То есть все-таки наше внимание, наше представление говорит нам о том, что хаос — это плохо, а вот, значит, порядок — это хорошо. И поэтому вот эта книга во многом через эти примеры, которые я показываю в первой главе, пытаются показать, что хаос в данном случае есть некоторая форма определенного порядка. И для этого действительно я в первой части книги перечисляю, как на каждой из инфраструктурных условных точек, где мертвое тело движется от места своей смерти к месту упокоения, происходят различные испытания, вот эти вот инфраструктурные мытарства, которые можно назвать. значит, гроб там не влезает в могилу, потому что гроб привезли большой, могилу выкопали маленькую, могилу выкопали не такую, потому что ее затопило водой, там камни, снег, значит, нет дорожки, чтобы туда пройти, ограда старая упала, значит, дерево наклонилось, катафалк сломался, в морге холодильники не работают, это тела, значит, портятся. Вот это вот бесконечное ворох проблем, который в каждом случае, он какой-то приобретает уникальную конфигурацию, я как раз показываю, что это нетипичная, скажем так, картина, вот есть пять проблем, которые, да, пять проблем, с которыми вы столкнетесь на похоронах, нет, это вот всегда неопределенность, то есть количество проблем, которые перед вами потенциально может встать, оно слабо поддается прогнозу, это всегда такая неопределенность, квест, да, то есть вы всегда как бы вынуждены принимать очень быстрое решение. И это действительно, это метафора, это этот вопрос исследовательский родился у меня не сразу, родился у меня после полугода нахождения в поле, когда я вот листая, значит, свой дневник, с записями обнаружил, что каждый день организации похорон это вот такое установление подпорочек под что-то очень ломающееся, хрупкое, вот так и норовящее, значит, упасть, покоситься и привести к каким-то непонятным, значит, потерям. И все равно каждый раз похоронные директора, вот эти вот ребята из рынка ритуальных услуг как-то умудряются эти подпорочки подставить, подделать так, что это вот сегодня это работает, надеемся, завтра как-то тоже с этим справимся. Вот, поэтому не рассказывая слушателям и не пересказывая все эти байки, собранные в поле, а все-таки книжка состоит наполовину из этих байк и красочных историй, чтобы возбудить живой интерес вес и эмоции у читателя. То есть ты сознательно их вносил, ты сознательно вносил их, ты понимал, что это будет, ну, вот именно как байкать во многом читаться, да? То есть это в принципе... Нет, ну, я, во-первых, не преуменьшаю свой литературный талант. Я прекрасно понимаю, как читается текст на интуитивном уровне и на уровне, значит, нескорпулезного, там, не знаю, профессора, который будет это читать. Вот как раз книжка не на профессора ориентирована, а на человека, который как-то хочет, значит, попытаться в этих кустах как-то продвинуться. Я прекрасно понимаю, что, конечно, всегда запоминается легко краткий тезис, сочные примеры. Краткий тезис, сочные примеры. Чем разворачивание тезисов вот этот вот многомерный уход в рассуждения с очень маленькими незаметными примерами. Примеры всегда работают, конечно, хорошо. Поэтому, я сам говорю, инфраструктурная проблема, что уже, на самом деле, звучит как бы немножко так перегруженно, да, концептуально, вот. Но сразу вы понимаете, о чем речь идет. Ага, вот в морге холодильники не работают. Ну, там у меня в книжке более яркие примеры, конечно. А можно я прочитаю одну байку, если позволишь? Ну, очень быстро буквально пара предложений, да? С самого первого этапа, с момента, собственно, умирания человека и обнаружения тела. Твой информант рассказывает, слушай историю, короче, полицейский патруль приехал на место обнаружения тела на улице и, быстро оценив обстановку, принялся перетаскивать мертвое тело за соседний забор. Именно он отделял место, где обнаружили труп, от территории, за которую отвечает другое районное отделение полиции. Через несколько часов бригада снова получила вызов и, приехав, обнаружила, что их коллеги перетащили тело обратно. То есть вот таких вот историй, которые, на самом деле, не выдуманные, а говорят тебе твои информанты, действительно, в первой части довольно много. И они... А, я вот и думала, как воспринимать их, как байки, как разбавлять, но ты вот уже ответил. Продолжи, пожалуйста, да. Прости, что перебила. Нет, нет, нет. Ты перебила очень правильный момент. У меня, на самом деле, не было уже чего-то еще очень важного, что я хотел дополнить. Это действительно выбранные, конечно, самые такие, скажем, кринжовые, да, как говорят, истории. То есть они не... Не то, чтобы они происходят каждый день. Это действительно просто яркие примеры, но все равно из примера, из того, что я наблюдал, того, что я слышал, как обмениваются между собой ребята, имеющие какое-то действительно подтверждение. То есть это действительно все-таки не фантазийные истории. Вот. Но действительно, они самые кринжовые. Да, я должен признать, что выбраны они по принципу, конечно, эмоциональные нагрузки, которые они за собой несут. Слушай, давайте тогда сейчас, Миша, я тебя попрошу вот из той части, из моей любимой подглавы, где ремонт как рассматривается, как ритуал, как он заменил, собственно, ритуал, там, по-моему, ту часть, которую я тебе скидывала. Там происходит диалог между администратором, ну, представителем администрации. Давай мы только его прочитаем, весь не будем. А Сергея попросим все-таки рассказать более подробно, да, как видится вот это вот постоянное ремонт и постоянные поломки, как воспринимаются и как ты интерпретируешь это именно в качестве замены такого традиционного похоронного обряда. Вот этот диалог просто прочитай, пожалуйста. Владелец ритуального агентства хочет получить участок для строительства колумбарии парка памяти и перечисляет самые различные аргументы в свою пользу. Наконец, обсуждение доходит до вопроса финансирования и оплаты потенциальных услуг фирмы. Далее происходит следующий диалог. Представители администрации. А почему люди должны будут платить за этот ваш колумбарий? Директор ритуального агентства. Потому что это нормально, когда люди платят за обслуживание. Они вносят каждый год абонентскую плату, взамен мы все чистим и красим, мы планируем установить фонтаны, разбить парк, постоянно убирать мусор, чтобы было не как у вас на муниципальном кладбище. Представители администрации. Людям это не нужно. Что они сами тогда будут делать? Директор агентства. Как что? Скорбеть? С мертвыми общаться? Представители администрации. Нет. Им ухаживать за могилами надо. Спасибо. Да, вот, Сергей, вкратце, пожалуйста, расскажи, как ты дальше развиваешь в этой главе, когда ремонт становится ритуалом, как ты развиваешь эту мысль, что, собственно, вот этот полуремонт, вот эта недоделка, она исторически сложилась у нас, и почему она устраивает, собственно, всех акторов, и как для, ну вот, в этом, очевидно, в этом диалоге, да, была явлена такая точка зрения, что именно ремонт, именно уборка мусора, именно вот эти вот практики, которые постоянно происходят, и порой многим там вообще не осознаются, почему они стали заменой, по большому счету, какого-то более традиционного ритуала. Да, но я должен сказать, что этот диалог, он состоялся уже тоже, когда много-много всего было в поле сделано, собрано, и произошел он в тот момент, когда я как-то внутренне не понимал, почему продолжают, почему в этом во всем участвуют родственники, да, вот, какой в этом во всем они видят смысл, когда я говорю, когда я это говорю, я подразумеваю две вещи, во-первых, что, значит, в этом всем, это что, что, вот в этих инфраструктурных проблемах, да, то есть вот, потому что все разваливается, и как-то постоянно нужно предпринимать огромные усилия, чтобы похороны провести, то есть, по большому счету, я даже полагаю, что действительно подавляющее количество времени и ресурсов в организации похорон тратится на устранение инфраструктурных неурядиц, вот если так можно сказать, да, и если как-то более-менее за это время полевой работы понимал, почему в этом участвуют сотрудники, там, работники морга, работники кладбища, похоронные директора, ну, потому что там они на определенных превращают это в такую сферу профессиональных компетенций, они знают, как решить эту проблему, извлечь из этого выгоду, да, то есть выгодно, чтобы как-то все время все чуть-чуть подразваливалось, да, чтобы можно было продать свое знание того, как это исправить. Да вот какого черта все эти родственники продолжают в этом во всем участвовать, и в разговорах, и в поведении все время можно было прочитать, что это действительно какая-то вот, ну, не такая уж катастрофическая для них ситуация, некоторые, скажем так, вариант нормы, да, вот я как-то не мог понять. И когда я вот этот состоялся у нас диалог, он мне открыл как-то глаза, что действительно за ремонтом, условным ремонтом, да, то есть за некоторыми попытками исправления этого состояния действительно скрывается некоторая символическая функция. Дальше, на самом деле, это все дело просто антропологической социальной теории, немножко собрать интерпретацию всего этого дела, и состоит она вот из каких, скажем так, элементов. Мы знаем из классической антропологии, из классической теории о том, что обряды перехода, да, то есть обряды связаны с изменением статуса, неважно, там, с жены на вдову, с невестой на жену, с крещеного на некрещенного, с живого на умершего, то есть вот оппозиционной категории, да, эти обряды, они всегда связаны с определенного рода страданиями, с определенного рода испытаниями, то есть они никогда не проходят легко. Если мы обратимся к традиционной русской свадьбе, то увидим, что там постоянно, да, вот кто из нас принимал участие в каких-то даже ее реконструкциях, да, знает, что там все время все построено в игровой форме испытания жены и мужа, как бы вот они должны все время какие-то вот, значит, проявить смекалку, проявить какие-то вот умения для того, чтобы как бы вот показать, что они достойны стать мужем, достойны стать женой. И покерны в этом плане ничем не отличаются, то есть это действительно такой же обряд переходов, который в традиционной культуре русской действительно очень важно пройти некоторое вот преодоление, некоторые испытания. И как мы знаем, что вот есть такое понятие мытарства, да, душа после смерти проходит испытания для того, чтобы вот пройдя все эти испытания, мытарства Матроны Московской, самый известный агеографический сюжет такой, да, пройдя все эти испытания, как бы душа вот обретает себя в новом статусе. Вот по сути все эти инфраструктурные штуки, все эти похоронные приготовления, это такой формат дублирующей структуры, да, то есть душа где-то там проходит, а мы где-то здесь вот сопровождаем тело, проявляем точно так же нашу смекалку, проявляем точно так же наши умения для того, чтобы все организовать и наконец-то тело как-то упокоилось. То есть на самом деле в этом преодолении, да, вот на английском языке такое, прошу слово, overcoming, да, то есть вот некоторое действительно усилие, чрезмерное усилие, в нем действительно скрыт, на мой взгляд, важнейшее символическое значение, символическая функция, которая вот действительно встроена вот в этот обряд перехода. Когда я уже как бы вот эти интерпретации начали у меня как-то в голове складываться, я постепенно вспоминал как-то из личного опыта, что вот каждый год бабушка и матушка меня водят на кладбище красить эту несчастную оградку. Значит, и вот на следующий год эта оградка обязательно должна облупиться, покоситься, чтобы снова с ней что-то делать. Голубой краской, Я прекрасно вспоминал, что если эта оградка не облупится, не покосится, то, наверное, бабушка и мама разведут руками и вообще не поймут, а что за данные этой могиле делать. Мы приезжали всегда часами убирали листья пожухлые, красили что-то и так далее. В никаком случае в эти процессы никто другой не допускается. Даже по мысли что можно кого-то рекрутировать и заплатить деньги, это действительно некоторая форма соучастия, форма вклада. Потом я вспомнил замечательную книгу Нэнси Рис, которая писала про такая замечательная антропологиня, которая выбрала объектом своего анализа так называемого разговора повседневного small talks. Она в эпоху перестройки вела себя как классический шпион, женщина отважная, то есть американка, приехавшая в Советский Союз в перестройку, подслушивала, о чем люди говорят в простых пивных, блинных очередях и так далее. Никто вас понять, что это дейли conversation такой. Это же драматург просто. У нас это драматурги, которые ходят с диктофоном, подслушивают и строят потом пьесу. Да, это антропологически был для нее такой объект исследования. Она в какой-то момент анализируя как классический совершенно антрополог, филолог структуру этих текстов, она поняла, что это жалобы. Это жалобы, которые имеют абсолютно сказочную структуру. Литание у тебя в книжке написано. Литание называется они, у тебя в книге было, да? Литание, да, у нее называется летание. Но это летание, это такая одна из форм действительно плача. Это скорее даже не жалобы, это плач такой, который всегда строится по очень понятной структуре, сказочной структуре. Есть вот некоторый предмет, который нужно добывать, там хлеб, бутылка водки, там шуба, не знаю, какой-то предмет материального мира. И вот этот герой, значит, всячески проходя различные испытания, используя собственную смекалку, как мы знаем, смекалка, важный момент сказок, он наконец-то справляется со всеми невзгодами, что ему готовят советская, постсоветская действительность и все-таки обретает этот предмет. То есть, несмотря на жалобу, всегда этот рассказ имеет функцию показать, как вот человек справился с выпавшими на его повседневную долю невзгодами. И когда я вспомнил о книге «Нед Сирис», я стал тоже обращать внимание, как мои информанты рассказывают мне о своих похоронах. И там была точно такая же совершенно структура, что несмотря на все испытания, несмотря на все эти сложности, мы молодцы, мы со всем справились, мы достойно организовали наконец-то эти похороны. Все могут гордиться, покойник радуется, значит, ангелы трубят в трубы, все хорошо. И вот на этом этапе у меня как-то сложилась картинка, я понял, что действительно это очень важный символический элемент того, что мы называем русские похороны. Вот. Доклад закончил, Мухов. Это все, что я хотел сказать. Не, классно, классно, можешь еще один доклад прочитать. Там у тебя еще чуть дальше есть более такое отступление, то, что такого рода практики, такого рода ремонт, он в принципе еще и основан на горизонтальных связях, и по большому счету основан на вот таком неформальном сообществе, где ты даже в конце ты ссылаешься как раз на Хархордина, по-моему, и даже на какое-то общее дело. То есть ты идешь из истории формирования вот такого рода дисфункциональности связанной там с советским опытом, с тем, как у нас при вечном дефиците и при постоянной, скажем, недофинансированности похоронной сферы люди делали из подручного материала, условно, там, с завода, где работали, брали какие-то металлические детали, чтобы сделать какой-то памятник, и они там были какие-то из, ну, я не знаю, подшипников или из чего-то, и там, опять же, большая роль была как раз на коммуникации, на сообществе и на вот таком вот общем деле, которое без каждого актора, без каждого участника сломается, и вот про это еще можешь немножечко сказать? Это тоже какая-то такая небольшая лекция. Да, это на самом деле просто вполне логический ход, который следует из дальнейшего вопроса, что так было всегда, а что это вот, почему это сложилось так, а не каким-то иным образом, где та самая точка, когда как-то все пошло вот в эту сторону. не вдаваясь в сложные объяснительные модели. Ну почему? Вдавайся, вдавайся. Окей, ладно, вдавайся. В общем, главная проблема была показать в том, каким образом эта традиционная культура проникла вполне естественно, то есть культура соучастия. Мы понимаем, что в деревне никаких похоронных агентств нет. И инфраструктура там вот, она, собственно, такая и существует, коммунальная, то есть коммунальная в смысле того, что поддерживается сообщество. Вот каким образом эта традиционная культура и стала частью городской культуры и всеобщей культуры. И для этого я обращаюсь к опыту Советского Союза, к опыту абсолютно провальной похоронной реформы 20-х годов, когда Советский Союз разрушил, советская власть разрушила прежнюю похоронную ну не индустрии, но скажем так сложившийся порядок вещей и не смогла ничего предложить взамен. То есть были какие-то попытки, их тоже очень хорошо описываю, прокрематорий, попытки там бесплатных социальных похорон, в общем, неважно, это действительно очень много об этом стоит сейчас говорить, рассказывать. Из этого я делаю следующий шаг, что я показываю, каким образом этот кризис инфраструктурный 20-х годов становится частью нормы, как он принимается людьми, как часть нормы. И здесь я уже тоже обращаюсь к скажем так, основаниям, на что это могло ложиться. Я показываю, что в Советском Союзе действительно существовала большая культура, то, что сейчас называют на Западе, например, DIY, do it yourself, крафтовая культура, значит, каких-то поделочек, самоделочек, как противопоставление капитализму. А в Советском Союзе это уже существовало, конечно, куда более на развитых формах, потому что на фоне дефицита других возможностей собственно у тебя и не было. И поэтому я действительно пишу о том, что похоронная культура, на мой взгляд, в Советском Союзе это была одна из немногих форм общественной личности, приватной жизни человека, приватной жизни человека, в котором Советский Союз практически никак не запустил свои как бы корректнее сказать, ну вот руки, да, в общем-то и никак на этом не участвовал. То есть действительно была культура поиска опять же, да, вот этих вот каких-то материальных вещей, объектов, там, пальто, вещи все время были в таком полуготовом состоянии, то есть надо было купить, значит, пальто, не кодорное, тебе хорошо сидит и все такое, вообще какое есть, а все остальное ты уже самостоятельно, значит, применял усилия, знания для этих вещей. И вот похороны были тоже такие как бы совсем уже полуготовые вещи, то есть все ты должен был сделать там сам, найти, кто сделает гроб, кто сделает памятник, кто там дотащит тело, значит, и так далее, кто довезет тело и так далее. И в этом действительно есть некоторая форма DIY вот этих вещей, в которых очень важную еще часть играет символическое вот это преодоление. вот, то есть это просто как бы я скажу так, для аргументации я собираю эту картину вот из самых разных областей, показываю, что это, что все, что я говорю, это не плод моей больной фантазии, все-таки цепляется за какие-то вот вещи, здесь в истории, здесь там еще за что-то, личный опыт, семейный опыт и так далее. вот. Ну тогда скажи, пожалуйста, раз это настолько все укоренено символически, экономически, раз это исторически, опять же, у нас такая сложившаяся ситуация. Как-то я понимаю, что ученому не до того, чтобы размышлять о том, как сделать мир лучше, да, он исследует, но в то же время очень хочется понять, возможно ли какие-то перемены, раз это все настолько у нас крепко, устойчиво и сложившееся. И если люди желающие это сделать, ну то есть вот прочитав твою книжку, я понимаю, что я точно не хотела бы никому вот этих всех мутарств, прохождения, в первую очередь там своим близким, которые бы оказались в этой ситуации. Есть вообще какие-то варианты всего этого избежать, все это, ну, трансформировать, то есть, конечно, у тебя есть, например, какие-то примеры из опыта других стран, да, или даже, может быть, в Москве есть какие-то там похоронные агентства, которые, ну, не так, не так, скажем, долго и так муторно работают. Вот ты даже где-то в книжке упоминаешь, да, что главным достижением каких-то там, по-моему, в Англии похоронных агентств было то, что они территориально были близки, то есть, пространственная разделенность в российских, ну, в российском похоронном деле это одно из, опять же, проблем, то есть, большую часть, большая часть уходит на дорогу от тела, то есть, от дома, там, к моргу, от морга к кладбищу, вот, можно ли это как-то переделывать, решить, хочет ли это кто-то делать, или, поскольку всех устраивает, то так у нас все и останется. Слишком длинный вопрос, например. Нет, вопрос, на самом деле, еще понятный, вопрос является одним из основных для социальной теории, для, 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 ну да, для социальной теории, наверное, вот так вот скажу. Вопрос социальной теории в науке формулируется, есть ли структуры, насколько они тотальны, или есть все-таки волонтаризм, некоторое окно возможностей, вот про политику мы рассуждаем приблизительно всегда тоже в этой дихотомии, значит, одни говорят, да, вот есть структура, и никуда из нее ты не денешься, вот русские там, значит, тысячу лет назад при царе Горохе делали то-то-то, значит, вот как бы политическая жизнь будет устроена там таким-таким вот образом. Руки говорят, нет, ну вот посмотрите, викинги же вот плавали, грабили там чем-то плохим занимались, вот Норвегия сейчас другая страна, просто вот нужна политическая воля. Ну вот, единого ответа на это нету, все поле интерпретации. Я склоняюсь все-таки ко второму варианту, несмотря на то, что я структуралист, и пишу про структурные всегда вещи, весь опыт, на который я опираюсь, показывает о том, что я скорее пишу про структуры, которые не позволяют, скажем так, точнее, позволяют некоторым плохим вещам, условно плохим вещам, потому что я все-таки не даю оценок этим, скажем, да, зачем мне тогда говорить плохие, окей. Ты пришел в другой модус. А? Что? Ты пришел в другой модус сейчас. Да, модус, нет, не плохим вещам, скажем так, моим личным, как я это оцениваю, эстетически русские кладбища мне как-то российские не очень нравится. Что им позволяет, скажем так, оставаться в этом состоянии? Не что им позволяет меняться, а что им позволяет цепляться и нормализовывать эту ситуацию? То есть, моя книга про это. Но это совершенно не значит, что эта ситуация никак не невозможна к изменению и она стабильна. Действительно, отвечая на прошлый вопрос, я говорил о том, что действительно очень много сделал Советский Союз, потому что была деревенская культура и городская культура. Городская культура похоронная была очень, очень условно-западной, очень похожей на западные похоронные компании. И вот в книге «Рождение сверхпохоронной индустрии», второй книге, которую ты сегодня напоминала, я очень много об этом пишу, что в Российской империи, в больших городах все было здорово, и классно, вот эстетически, если мы это оцениваем. То есть Советский Союз действительно просто это все понизил, этот уровень. И сейчас мы видим очень много инициатив, очень много попыток, очень много запросов, между прочим, низового совершенно на какие-то вещи. Просто есть ряд ограничений, которые не позволяют этому исправляться, приниматься, входить в повседневность. Поэтому, отвечая на этот вопрос, да, я думаю, что действительно есть возможности для изменения, есть колоссальный ресурс для этого. Просто нужна какая-то воля, нужно какие-то, значит, терпение, время для того, чтобы этим заниматься. К сожалению, в современной России принимались неоднократно попытки, но не хватало ни воли, ни желания с ними как-то в дальнейшем работать. Поэтому все возвращалось в итоге вот в то, что я и описывал. вот. Слушай, а если вот не системно мыслить, а вот просто на уровне какого-то частной какой-то инициативы, например, я, понимая там запрос, я как там бизнесмен захочу сделать какое-то такое агентство, которое будет предлагать вот тот спектр услуг, о котором ты тоже рассказывал, например, там отправить прах в космос, сделать из него там пластинку, ну я, по крайней мере, только от тебя это слышала, я не сталкивалась с таким в жизни и какие-то еще более экзотические, более интересные или может быть, ну вот действительно мне бы хотелось, например, чтобы была какая-то пластинка с какой-то музыкой или с каким-то текстом, с какой-то пьесой, да, которая со мной ассоциировалась бы. То есть мне не пробить вот всю эту машину, да, это будет слишком сложно, дорого, много каких-то препятствий или все-таки это возможно? Просто такое, обывательское... Я думаю, дело не не в том, чтобы пробить машину, а задать вопрос честно самому себе, что ты сделал для того, чтобы об этом заботились не люди, значит, ответственные, там, условно, без тебя, а ты сам. Вот, я все время задаю вопрос этот, когда он возникает, да, на каких-то там лекциях публично, люди говорят, вот, Сергей, а как, что делать, если хочется похорониться другим? Я говорю, ну, у вас завещание есть касательно распоряжения касательно ваших похорон? Нету. Я говорю, так вот, займитесь им. Я говорю, весьма неплохое, между прочим, занятие, не требующее много ресурсов и так далее. Где, что, как вы хотите, кому конкретно, кто за что ответственный, что делать? Это, по крайней мере, уже позволит. Конечно, ваши родственники потенциально вряд ли будут озадачены тем, чтобы, значит, заниматься сложными процессами, которые вы выразили когда-то там, где-то только исключительно в разговоре. Вот, если у вас есть завещание, то это уже серьезный шаг к осознанному этому процессу. Все есть, все есть, но действительно у нас нету, я имею в виду, все есть возможности, но у нас нету некоторой культуры на правовой, прежде всего, в отношении, в распоряжении себя, своей собственности, своими желаниями и так далее. Вещь, на мой взгляд, вполне инструментальная, формируемая в качестве привычек, просто требующая определенной, определенной воли. Вот, предвосхищая ваш вопрос, хочу сказать, что у меня, к сожалению, тоже нет такого завещания. Вот я большой балабол, могу только раздавать советы. Вот, у самого такого нет. Живу я непонятно где и умру тоже пока непонятно где. Вот, поэтому... Окей. Но, но участие моих знакомых есть такая вещь. Горжусь этими людьми. Миш, у тебя есть? Это важная штука. Нет, нет. Нет? Я, пожалуй, да, пожалуй, задумаюсь в ближайшее время об этом. Нет, серьезно, я, ну вот, вчера, позавчера, вообще, в совершенно ужасном состоянии, тревожности, зашкаливающей. Я поймала себя на мысли, что я перечитывала твою книжку, готовясь к программе, и я читаю какие-то твои рассуждения, какие-то размышления, и очень странный, терапевтический, успокаивающий эффект, правда, особенно где, когда ты пишешь, что, да, вот эти разговоры о смерти, которые в России стали в каком-то смысле философско-эстетическим проектом, и в ситуации атомизации, потери субъектности, вот эти разговоры, почему ты говоришь, скажем, о популярности, о буме разговоров о смерти в России, то есть вот это говорение, оно размышление, оно дает порой, может быть, единственное, да, какое-то ощущение субъектности, вот, и, может быть, действительно, вот такие практики, как подготовка, написание, может быть, они будут отчасти терапевтическими. Да, да, согласен. Очень рад, что, очень рад, что на вас оказывает терапевтический эффект чтения этих текстов. Это тоже одна из немногих, скажем так, дополнительных функций этого текста, неожиданно вскрывшихся. Отлично. Ну что, я думаю, нам уже пора заканчивать, мы уже почти полтора часа разговариваем. Спасибо огромное. Я бесконечно благодарна Сергею за книги, за то, что ты смог с нами пообщаться. Миша, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, ты придешь еще не раз и поможешь мне с нашими чудесными текстами. Спасибо, чудес. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Сережа, удачи большой со всеми делами. Пусть у тебя все будет хорошо. Надеюсь, когда-нибудь еще ты проедешь мимо Кирова и на мотоцикле, и мы сможем увидеться. Будем верить в хорошее. Спасибо. Прощаюсь. Пока-пока. До свидания. До свидания.